Я вам показываю вот это вот, вот это вот войлочные вишни. Войлочные вишни расфасованы и находятся в сыром песке. Находились в сыром песке. Что произошло дальше? Я считаю, что вы это должны знать. Сейчас я возьму стул, сяду. Потому что, кажется, дорога кончилась. Сейчас теперь добавилась еще и спина. Затаскался внучка внука в своих названных. Так, что мы имеем? Мы имеем вылочную вишню. Как оказалось, что она, пакетика она уже сухая и с проросшими корешками. Ради этого мы с вами сейчас здесь и находимся. Итак, по порядку. Вот новый холодильник. Куплен где-то 2-3 недели назад. За него отдал еще 20 тысяч из своего кармана. А сейчас я это переложу на ваш карман. Извините за цинизм. Куда деваться-то? Смотрим сюда. Стоило 20 тысяч класть. Давайте глядеть. Вот это вот. То, что хранится в абсолютной безопасности. Расфасованной, полюбуйтесь. Вот. Посмотрите, какие сорта. Перед вами лучший в мире коллекция. Вторая лучший в мире в Бродского, Дальний Восток. И все. Вот. Тем не менее. Сюда я редко ныряю и достаю. Спрос есть, но очень-очень маленький. И в стране абрикосы не нужны. Хотя мы уже, наш кружок давно сами научились их выращивать. Предложили технологии антинаучно-эффективнейшую. С неубиваемыми сортами. Вот видите, вот это неубиваемые сорта, да? Вот. Ну, как недавно развел руками в очередном фирме Бродский и Васильевич. Даром никому не нужны. Ну, в общем, по крайней мере, продажи не гарантировал. Нет, у меня это зависит. Но сохранность гарантировал. Смотрим сюда. Это тоже самое должно быть и у вас. Но у вас чуть иначе. Смотрим сюда. Что мы видим? Мы видим стенки плюс... Сейчас я скажу. Плюс 3. Ну, это самое тёплое место. А в дальней стенке минус 1. Вот такие вот перепады. Здесь средняя эшкематическая 0, плюс 2. Здесь сохранится и никогда не проснуться. Нет, проснуться, но в конце марта, начале апреля. В это время они должны быть уже у вас. Когда вы их получите, вот такие вот мешочки небольшие, аккуратненькие, вы должны будете их перепаковать. Обязательно. Теперь я вам показываю, что происходит, если не перепаковать. Вот мой очередной эксперимент. До весны их будет ещё несколько. Про сверхскоростного проращивания. Следите за моим гостевой. Там свежие фильмы всегда появляются. Вот это закрываем. И, возможно, это всё будет выброшено в апреле месяце. Вот, лучшая в мире коллекция, повторяю. Вот. Возможно, будет уничтожено. Как прошлогоднее. Я вам уже показывал прошлогоднее. Далее. Вот в этом холодильнике, который до этого был главный. Вот здесь вот на полочке. Вот здесь вот хранились. Эти самые семена, которые я достал. А дело в том, что охарактерий холодильник был отключён на три дня. Почему? Объясняю. Куплен был этот. Этот был разморожен. И пока его отодрали, пока отмыли. Что случилось за эти три дня? Там на полочке, где я показывал справа, стояла вот эта вот упаковка. Вот она упаковочка. Вот. Она осталась там, ну, скажем так, мягкая забывчивость. Мягкая-мягкая. Мягкая забывчивость. И результат её. Вот. Сверскоростное. Просыпание. Войлочные вишни косточек. И связанные с этим проблемой я вам сейчас расскажу. Крайне, как бы сказал Владимир Владимирович, архиважно это знать. Архиважно. Почему? Войлочные вишни у одних сходят сто процентов. Это те, что я расслабил. А у других ноль. Причём интересно, что середины почти нет. Значит, одни всё делали правильно, другие абсолютно неправильно. Вот. И всё лишь как это самое. Знаете, это анекдот, когда везли, везут с этого, с конкурса бутыли с вином. А одна завоевала первое место гран-при, самая вкусная. Другая сорт вина назвали, мягко говоря, дерьмом. А эти дегустаторы, они пожимают плечами, ведь мы с одной бочки разрели на две бутыли. Вот так и тут получается, к сожалению. Результаты у всех разные. Иначе я бы тут не сидел на кухне и не рассказывал эту грустную историю. Но она как грустная. У меня это и волочная вишня, ну, как говорится, как собак нерезанных. Вот. То есть, даже перебор. Вот смотрите, я уже приготовил, сейчас дотянусь. Сейчас, сейчас, вот она. Вот видите, опять волочная вишня, видите. Она еще сухая. А это не только сырая, она уже не годится даже для посадки. А еще сегодня у нас 16, 17, 16 или 17, памяти нет, февраля. Смотрим дальше, к чему я клоню. У меня ее много. И эту, когда я ее, видите, когда я ее застрифицирую, она была по мешочкам, вот, по 12 штучек. Когда просят 10, кладут 12, не жалко. Была приготовлена к продаже. И не выслана. То есть, она никому не нужна. А самое интересное, что здесь написано. Вот все вещи для внимания. Прививок, для прививок персиков. Не поверите, что здесь написано. Вот что где это написано. А, волок. Для прививки персиков. И она никому не нужна. Вот. А Юрий Васильевич Бродский показывал сюжет, у него есть ролик. Там было полметра воды стояло при море. И там, на водичных вишнях, на подвое, росли персики шлифта. Причем, роскошнейший сорт. Причем, удивительное дело, что они были привиты на водичную вишню. И урожай был, ну, скажем так, предельный. Предельный. Уже больше невозможно и мечтать. Вот. И здесь то же самое. Здесь у меня было... Я показывал один из фильмов. В нем, в этом фильме, ко мне приезжал... Приезжали гости. Сейчас скажу. Я уже второй раз повторяю. В одном из фильмов уже говорил. Но я вынужден повториться ради вот этого. Я ведь вас интригую. Не просто так. А хочу, чтобы вы сделали все правильно. Чтобы у вас было сто процентов, как у одних. А не ноль, как у других. Вот. И приехал ко мне. Вот так. Александр Петрович Рыкалин. Супер садовод виноградарь. И с ним приехала дама из Красноярского сейхозинститута. Очень увлеченная, интересная. Что меня поразило, кстати. Потому что такое бывает крайне редко. И вот я им водил от вишни войлочной к вишне войлочной. И говорю, слаще. А это еще слаще. Фильм есть. В этот Мэй 200 фильмов ходит. Вот. Кто хочет увидеться. Так. И подвел наконец к вишне. Самая сладкая. А на одном корне там была вишня и персик. То есть, на мой взгляд, запрещенная наукой. Не существующая в природе. Так куда смотрит этот самый? Почему ко мне не едет воронок? Куда смотрит этот? Я просто поражен. Он есть. Это современная инквизиция можно назвать. Но он есть. Но я образом называю современную инквизицию. Его задача не тратить бюджетные деньги на всякую ерунду. Тут он роль выполняет. Вот. Вспомните сейчас скандал страшный. Где кончается медицина и начинается эта самая. Типа алхимия, как ее сравнили. Ну, вы понимаете, о чем речь. Помощь нужна. Так. Сейчас мы уже с Тимофеем будущим Железовым. Сейчас он еще не Железовым, но будет Железовым. Это он мне пообещал. Мама его пообещала. Так надо для династии. Вот этот вот мой юный друг, мой воспитанник будет помогать. Помнишь, как ты с ним это самое, с черешни снимал в саду, да? Да, да, да. Я даже интервью у тебя брал. Вот так, вот так, вот так. Альтик заслонил, вот. Смотри, я держу, смотри. Вот так. Попробуй. Вот так. Ага. Вот. Вот так вот. Вот ты будешь участником. Так. Не вот такой чечень. Не заслоняй ничего. Ага. Вот эту дырочку не заслоняй. Вот эту. Это. Ага. Все. Показывай. И вот, друзья мои, значит, месяц назад они были помещены в сырой песок. Так. И за этот месяц этот песок высох. Как он высох. Вы думаете, это халтура? Здесь вот раз. Вот. Полиэтилен. Вот это полиэтилен. Как получилось, что он высох? Объясняю. Дело в том, что это одна из проблем плохой схожисти. Видите? Корешки пробили. И когда они проснулись. Почему проснулись, повторяю. Да, месяц было тут. Вот. В дверце теплее намного, чем там дальше. Я померил, там было плюс восемь. Я забыл сказать пока. Пока. А, иди сюда, скажи. Пока. Нет, еще раз. Зрители, как ты начал говорить? Ты сказал зрителям, забыл сказать. Что? Ты забыл сказать зрителям пока. Да? Ты сам сказал. Ну все, ладно. Зрители тебя услышали. Итак, значит, когда они проснулись, причина месяц при плюс восемь. Хотя это еще не повод. Потом три дня отключенный холодильник. То есть нагрел до 20. Все. А теперь скажите мне, что это халтура. Что семечки были мертвы. Или еще. То есть косточки. Вот нет. Когда они проснулись, они песок высушили махом. Вот видите? Смотрим дальше. Вот. Я сам еще не разговаривал. Они даже пробили насквозь. Видите? Видите, пробили насквозь. В общем, процент. Да видно сквозь них. Где они пробили, все равно вон они. Да? Вот они торчат. Вот они торчат. Вот. Это я еще толком не разбирал этот мешок. Я еще не разбирал. Возможно, где-то в серединке другие. Вот они еще постырее. Еще не проснулись. А по краям, где теплее, они быстрее высохли. Вот. Сейчас еще найдем. Для наглядности. Чтобы вы поняли, о чем идет речь. И какие меры мы должны принимать. И как важно, не просто, а получил от железа. Все. В порядок. Все. Это же головная боль после этого теки начинается. Вот здесь. Другого места я беру. Ну вот. Я не болтун. Видите, опять проснулись. Вот. И что, к чему мы пришли? Это все я выброшу. Вот. Почему? Ну, во-первых, у меня есть запас. Во-вторых, потому что их можно было бы, часть из них, видите, они еще спят. Можно было бы спасти, но они никому не нужны. Вот. Поэтому все это будет выброшено. Так как даже такие можно было бы продать, которые не проснувшиеся. И вот. Но у них, в принципе, уже сбита программа. Теперь. В чем еще проблема? Вот когда вы получили, они же попадают на почту. И они скрывают их проблемы. Попали, вот они еще спят. Вот они на почте. На почте полежали. В тепле поехали в Абакан. Ну, скорее всего, туда везет теплая машина. С Абакана они и по бежедорожному пути, они отапливали в вагоне, при холоде поехали себе до Красноярска. В Красноярск они поехали до Москвы, с Москвы до Ярославля и так далее. И, в общем, перевалок достаточно. Тепло, холод, тепло, холод. Вот, что может получить, могут получить люди, они могут получить вот это вот. Поэтому, конечно, надо было покупать сухие. Конечно, те, кто думали, пусть Железов сам застрифицирует, это была ошибка. Но, как теперь быть? А теперь надо быть так. Значит, я никогда не отдаю на почту пять с субботы-воскресенья. Хотя у нас центральная почта работает семь дней в неделю. Вот. Я всегда отдаю, например, в понедельник в восемь утра. И, так как у меня с ними свои отношения особо с почтовиками, помогаем план выполнять, то в десять она уже едет в Абакан. Уже хотя бы здесь никакой лежки. Поняли? Что я могу сделать? Теперь я сразу сообщаю вам, где находится ваша посылка. То есть я вам сообщаю номер квитанции. Вот. Следите, ради Бога. Она же не обязательно, когда придут, вы тут же узнаете. Где-то заболел почтальон, где-то опять сокращение очередное. Самасшедшая очередь. Про вас не забыли. Вы можете получить через три-пять дней. И это никто за это отвечать не будет, квитанцию. У вас, может быть, эти три-пять дней не быть. Следите. Вы должны знать, что да, вот она пришла. И не ждите квитанции. Я же никогда не жду квитанции. Я прихожу, вот. И если мне кто-то что-то присылает, я уже знаю, что она уже в Савеногорске, именно в моем почтовом отделении. Вот это очень важно. И, наконец, перепаковка. И даже не до такой степени перепаковка. Не до такой степени, что вот такой мешочек. И этого мало. Мало. Перепаковка должна быть нормальной. То есть, сейчас, что, минутку поставлю. Это ее недавно лишнее. Подозреваю, что продать не удастся. Не удастся. Вот, смотрите. Вот это вот. Унимательно смотрите. Вот что здесь написано. Здесь написано о сорте. Это смесь слив. Так? Ой, этих. Да, слив номер три. Вот. Она была у меня застрюгирована в ноябре. Так, все по-честному. Вот до сих пор лежит. Конечно, ни одна тут косточка, если бы до нее добраться, ни одна косточка здесь не взошла. И взойти не может. Так. А оставлю вот так вот. Ну, на сколько там. Девять дней могут начать первые лопаться. Вот что беда. Поэтому, как видите, по крайней мере, то, что касается у меня, то, что касается хранения, то, что касается температуры, все по-честному. Ну, значит, у многих схожесть под сто процентов, несмотря на эти проблемы. Вот. И получается, я не только вас чему-то плохому научил. Вот, например, холодильник три дня теплый простоял. Вот. Но и хорошему. Значит, при большом желании вы можете... Да, проснувшийся это еще не смерть. Вот. Часть из них прекрасно. Ну, ладно. Здесь у меня, конечно, не этот, как сказать, не тот случай. Это я лимон прорастил. Ну, просто воткнул его, накрыл бутылкой отрезанным горлом и прорастил. Так. Просто прорастил. Так, для души. А ведь такие горшочки можно садить проклюнувшиеся. Но держать их не на подоконник. Это еще один важнейший момент. Страшная ошибка. Они некоторые, которые в феврале-марте просыпаются, в апреле-май высаживаются. Некоторые саженцы, но это лимон, ладно. Они уже вот такими вот буквально становятся. А потом, почему, все-таки гибнут. Вот. В холод. Вот. Проклюнулся, да. Еще не появился над землей. Только проклюнулся. Обратно. В холодильник. Но уже в горшочке. Ну, вроде бы все сказал. В холодильник. Продолжение следует...